Я вот все эти дни тоже буду вести эти переговоры. Спикер Верховный Рад, Драбак подал отставку. Что Вы можете сказать по этому поводу? Его избили вчера. Он приехал ко мне, по пути стреляли машины. Приехал ко мне и попросил, чтобы я его забрал. Я его забрал и сейчас отправил его в машину в Донецк. На лечение? Да, на лечение. Точно так и глава администрации Клюев. Сейчас пошли угрозы судьям Конституционного суда. Это телефонные звонки, это электронные смс. Это всякими путями. Они это делают. Вчера, допустим, я говорю, депутаты выходили в партии регионов, с парламента их забросали ко мне. Активно из партии регионов выходят партийцы? Есть люди, которые не выдерживают, боятся за свои семьи. Это происходит под давлением? Есть, конечно. Но есть и предатели. Я не хочу сейчас об этом говорить. Я не хочу называть никакие фамилии. Пусть это будет на их совести, на их ответственности. Партия пережила много таких времен. Мы пережили 2004-2005 год, когда вышло из партии порядка 200 тысяч. Но потом вошло в партию более 600 тысяч. Сейчас ситуация, наверное, повторится. Там полтора миллиона. Ну пусть выйдет 500 тысяч. Хотя я не думаю, что столько много выйдет. Все равно партия здоровая. Мы видим повтор нацистский, когда в 30-е годы в Германии, в Австрии нацисты приходили к власти. Это повтор. Запрещали партии. Сейчас то же самое. Запрещали партию коммунистическую, партию регионов, вешают ярлыки, преследуют, бьют и сбивают людей. Жгут дома, офисы. Более 200 офисов партии регионов сожгли в Украине. Все, Виктор Федорович, спасибо. Спасибо большое. Ну вот как все запрещено. И все.